Я Никита Панин и это программа Инфоповод. Расскажу об информационных поводах недели, на которые мы обратили внимание. Здравствуйте! Депутат Государственной Думы Ирина Реднина встретилась с временно исполняющим полномочия главы города Лобня Евгением Боришевским и волонтерами Победы. Обсуждали мероприятия, запланированные в честь 80-летия битвы за Москву. Волонтеры Победы вместе с администрацией города организуют большой патриотический проект «Подмосковье помнит», главная цель которого – напомнить жителям России о важной роли, которую сыграли города Подмосковья в годы войны. Чтобы почтить память погибших, заставить задуматься и объединиться живых, ребята планируют проведение в Лобне масштабной акции. Из 15 тысяч свечей впервые в России зимой 3 декабря выложат название населенных пунктов Московской области, где во время Великой Отечественной войны происходили ожесточенные бои. Всего их 31 – Лобня, Клинка, Шира, Можайск и многие другие. Место проведения акции пока согласовывается. Кроме акции, волонтеры планируют в Дни памяти навестить ветеранов Великой Отечественной войны. По итогам встречи волонтеры не только получили поддержку своей идеи от Ирины Редниной и Евгения Боришевского, но и смогли обсудить все детали проведения мероприятия. Стройплощадка парка «Река Времени» за последние месяцы сильно преобразилась. Уже сегодня все готово для подключения архитектурной и ландшафтной подсветки. Вполне законченный вид имеет скейт-парк, выложены тротуары, завезен песок. Уже до конца этого года строители планируют выполнить основной объем намеченных работ. Предполагается охватить территорию более 8 гектаров. По проекту парк будет разбит на 8 тематических зон, среди которых игровые и спортивные площадки, места для экстремального, активного, а также спокойного отдыха. Проект активно обсуждался жителями на портале Добродел, а также во время общественных слушаний, где все желающие могли задать свои вопросы и высказать пожелания. Общественники контролируют ход работ на всех этапах строительства. Они регулярно встречаются с подрядчиком, обсуждают и по возможности корректируют планы. Ждем завершения проекта. Проект глобальный. Видно, что дорожки очень красивые. Уже сейчас видно. Видно, что такой белый песочек интересный. Как сказали у нас и у Майкла Джексона. Озеленение, поручни и дороги, ведущие в направлении туда, куда они должны везти. Это вот три самых сейчас важных пункта. Плюс освещение, которое должно уже быть и камеры, которые тоже должны обеспечить безопасность вот этого того, что построили уже. Это основные, я думаю, что это пожелания не только мои, но и участников проекта, кто именно занят был вот этим благоустройством и проектом напрямую. Парк «Река времени» благоустраивают в рамках НАСПроекта «Жилье и городская среда» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Закончить реконструкцию предполагается в 2022 году. Реанимация – это последнее место, откуда тяжело больному ковидом есть шанс вернуться домой. 80% пациентов здесь – это люди старшего поколения с наибольшим поражением не только легких, но и других органов. Медики здесь работают на износ. Об этом рассказал заведующий отделением Анатолий Симбирцев и дал рекомендации, как помочь себе при подозрении на ковид. Ковид сначала поражает верхние дыхательные пути, потом поражает легкие. Он бьет по слабым местам. Если бы это от меня зависело, я бы уже давно 60 плюс всех привил. Вот этот вот один фактор повлиял бы на смертность сразу, потому что младше 60 смертность незначительная совершенно. В реанимации нет ни одного привитого, ни одного. За все волны. В больнице есть, попадаются привитые, но до реанимации они не доходят просто. Все проходит в легкой, спокойной форме. Вся история 20 века, как только появились эти прививки, очень много заболеваний исчезло у нас вообще. Или так нивелировалось, что очень редко встречается. И ковид будет побежден, это понятное дело. Только желательно, чтобы люди это поняли и прониклись этой идеей, не слушали схоластиков разного рода. Вся реанимация просит помочь нам в нашей работе тяжелой. Она, кстати, морально тяжелая, потому что заболевание системное. Люди очень страдают, просят помощи. Иногда не знаешь, как помочь. В общем, от этого морально очень тяжело. Еще такая простая вещь. В первые дни заболевания, когда поднялась температура, в первый-второй день, элементарная мера. Вот маска делается из бинта в 6-8 слоев. Смачивается обидно водкой, накладывается на органы дыхания, рот, нос. И дышим через нее. Через час-два повторяем, через час-два повторяем. Там 5-7 раз в день, несколько дней. Заболевания не развиваются. Уже многократно проверено. Несколько дней, и все здорово. Уходит температура, уходит. И даже пациент отрицательный приходит. На стадионе «Москвич» прошла заключительная игра чемпионата Московской области по футболу. Кто и с кем играл, узнаем из сюжета. Лубнинская команда «Кобарт» встретилась с соседями из «Мэтищ». Команда из «Вягина» на заключительной игре чемпионата. 30-й по счету. Как и предполагалось, схватка для хозяев поля оказалась не из легких. Вообще игра, может быть, с небольшим преимуществом гостей, но в целом почти равная игра. Наши ребята сегодня очень здорово играют, потому что с сильным соперником борются. Из 16 подмосковных команд сегодняшние соперники заняли четвертую позицию итоговой таблицы, тогда как Лобня на традиционном 10-м месте. И с учетом того, что в высшую лигу попадают лишь лучшие из лучших, это неплохой результат. Из раза в раз спортивный дух команды поддерживает группа болельщиков, состоящая из родственников, друзей и просто любителей футбола. Но, к сожалению, домашняя игра выпала на период недельного карантина, когда массовые мероприятия вынуждены были отменить. Зрительские трибуны пусты. Однако поддержать городскую команду приехал временно исполняющий полномочия главы городского округа Лобня Евгений Боришевский. Кстати, он тоже серьезно увлекается главной мужской игрой. Сам увлекаюсь спортом, играю в команде правительства Московской области, футбольная команда на позиции вратаря. Лобнинские футболисты подарили своему коллеге по спорту футболку с эмблемой клуба с номером один, ну и, конечно, зрелищную игру, в которой самоотверженно бились до последнего, но все-таки уступили сопернику в самый последний момент. В театре камерная сцена, премьера. Это рождественская история по пьесе Джона Патрика «Дорогая Памела». Подробнее о ней мы расскажем в программе «Акцент». А сейчас о том, какая царила атмосфера на площадке во время репетиций. В плане работы все отдались полностью. И даже я получил по шее, да. Что еще? Черт бы меня побрал! Ох, как скрутило-то! Я действительно как бы немножко оступился, и благодаря тому, что мы все-таки занимались сценическим движением, ну, я как-то так скатился, всем понравилось. Все-таки ребята просто говорят, классно, такой трюк. Никто не знал, что это случайно появилось. А сегодня я сделал уже намеренно, но, соответственно, чуть-чуть подготовился к этому, чтобы твердыми частями организма не напасть на выступающей части лестницы. Ну, еще и пропадали у нас вещи постоянно. То портрет кота. И Памела говорит, давайте я сама нарисую. А тут Илья Устюжанинов говорит, зачем сама портрет же кота пропал? Причем тут сом. И как вот в таком, вот это я вот сейчас вот этим примером показал, вот какая была атмосфера именно вот такая вот дружеская. Ну, без труда, как говорится, не выловишься рыбкой, без труда. Все, но все друг друга понимаем, как бы такой сложился ансамбль хороший. Все хорошо, все замечательно. Это получился такой народный спектакль, да. В этом спектакле принимали, можно сказать, жители нашего города. Они приносили все добро, которое им не нужно. Ну, скажем, все старье, делились тем, что есть у них. Вот даже наша городская больница, а именно главный врач нашей больницы, помог нам. И они на скорую помощь привезли вот эту вот каталку, да. Поэтому большое искреннее спасибо. 17 декабря на сцене вновь дорогая Памела. Приходите. И еще одна новость из камерной сцены. Там запустили клуб любителей театра «Энтерпретация». Он открыт для всех, кто любит и интересуется драматическим искусством. С большим удовольствием посещаем наш театр. Считаем его своим. Мы очень любим театр. Мы очень много сотрудничаем на русской классике. Вот сегодня мы даже узнали, да, что можно вступить в клуб «Энтерпретация». Без сомнения, да, мы сразу сказали, мы первые клубники обязательно вступим. Там очень интересная программа. Первое знакомство с клубом состоится в день открытых дверей 18 ноября в 19 часов. В программе знакомство с театром, с клубом и друг с другом. Актерский тренинг, игровые практики. Читка пьесы, психологические триллеры на двоих. Беседа за чашкой ароматного чая, где каждый сможет поделиться впечатлением о пьесе. Вокально-инструментальное сопровождение вечера. Какие преимущества ждут участников клуба, можно узнать на дне открытых дверей или на сайте театра. И на сегодня это все новости. До свидания.